Всем привет! Хочу рассказать вам сегодня о бруске из алюмокерамики. Это отличный инструмент для правки ваших ножей, стамесок и других инструментов. Брусок изготовлен из алюмокерамики. Этот материал по твердости превосходит любую сталь, поэтому довести нож, стамеску или любой другой инструмент не составит труда. Если регулярно подправлять ваши ножи и инструменты этим бруском, то вы забудете, что такое тупой инструмент или нож. По размерам. Длина бруска 150 мм, ширина 40 мм, толщина 10 мм. Зернистость в районе 15 микрон. Брусок односторонний, с одной стороны рабочая поверхность, с другой стороны сделаны технологические выемки. Я так подозреваю, что производитель просто сэкономил на материале. Но это не страшно, потому как алюмокерамика фактически не стачивается, поэтому брусок можно считать вечным. Он придет негодность только если вы его разобьете. Поэтому избегайте падения бруска на твердую поверхность, вроде кафельной плитки, асфальта или камня. Как им пользоваться? Пользоваться можно как на сухую, так и с небольшим добавлением масла, которое ускорит процесс заточки. Берем нож, ставим его режущей кромкой на брусок под тем углом, по которому нож заточен, и ведем от начала режущей кромки до конца. Раз. С другой стороны два. Раз. Два. Вот. Я это делаю на весу, но также если хотите более лучшего результата, то лучше положить его на твердую поверхность. Кстати, можно использовать вот эти выемки, взяв обычную канцелярскую резинку, подрезав ее под размер этих выемок, поставив угловые выемки и использовать эту резинку как ножки для того, чтобы брусок не скользил на столе. Вот. Тогда процесс будет идти лучше. Что еще могу добавить? Следы от металла, которые остаются на бруске, легко смываются под проточной водой с губкой, добавлением любого моющего средства, которое у вас есть. Вот. Нежелательно слишком сильно давить, потому что процесс это не ускорит. А если вы выбрали неправильный угол, то можете только подтупить нож. Вот. Главное не торопитесь поначалу. Лучше старайтесь соблюдать угол. Вот. Вести от начала до конца режущей кромки. Вот. Ну и конечно берегите руки, не порежьтесь. Всего хорошего. Всем пока.